Здравствуйте ребята! Начинаем урок физической культуры и продолжаем нашу тему техника игры в футбол. Урок номер 24. Предлагаю вашему вниманию посмотреть и вместе присоединиться к разминке в домашних условиях. Итак продолжаем. Остановка меча головой. Остановка меча головой как и приема остановок меча ногой. Основана на выполнении уступающего движения. Когда мяч приближается к тебе, устремись ему навстречу. Стань на носки и вытяни к мечу туловище и голову. В последний момент согни колени и как бы присаживаясь, вытяни голову в плечи. Втяни голову в плечи, извините. Присаживаясь, ставь ноги одну перед другой. При таком выполнении и приеме мяч почти не отскочит от головы. Остановка меча грудью. По мере приближения меча вынеси грудь чуть вперед и разведи руки в стороны и немного вверх. Когда мяч коснется груди, быстро отведи туловище назад, а грудь вбери. Стогни колени. Мяч как с горки скатится с и упадет перед собой. Если хочешь, чтобы мяч упал вправо или в сторону туловища, влево от тебя. Момент касания меча с грудью. Поверни в нужную сторону. Остановка мяча бедром. Рассчитай место приземления мяча и согнув одну ногу, подними ее вверх, примерно на уровень живота. Туловище отклони немного назад. Когда мяч коснется бедра, уступающим движением опусти ногу, оставляя ее согнутой. Мяч потеряет скорость и катится к своим ногам. Приемы игры вратаря. Ловля высоко летящего мяча в прыжке. Ловля высоко летящего мяча в стороне от вратаря. Ловля мяча летящего на уровне груди. Прием катящегося мяча. Ловля низколетящего мяча с падением. Отбивание мяча и бросок мяча. Итак, рассмотрим все эти виды. Ловля высоко летящего мяча в прыжке. Чтобы соприкосновение рук с мячом получилось мягким, нужно в миг касания мяча немного отвести руки назад. После того, как мяч остановлен, ладони перемещаются для обхвата мяча и вратарь притягивает мяч к туловищу. Ловля высоко летящего мяча в стороне от вратаря. Вратарь ловит мяч, стоя лицом к нему. В таком положении действовать и удобнее, и надежнее. Если же вратарь видит, что он оказаться в нужном положении перед мячом не успевает, то должен прыгнуть к мячу и постараться поймать или отбить мяч руками. В случаях, когда ловля мячей, летящих в стороне от вратаря, связана с падением, нужно стараться, поймав мяч, тут же притянуть его к туловищу. Чтобы толчок получился сильнее, надо стопу толчковой ноги обратить носком в направлении прыжка. Ловля летящего мяча на уровне груди. Наиболее надежный способ ловить такие мячи следующий. По возможности переместиться на линию полета мяча. Затем подпрыгнуть вверх таким расчетом, чтобы на уровне мяча оказался живот. К нему вратарь подтягивает мяч сразу после того, как поймает в руки, вращенные ладонями вверх. На грудь мяч ловить не рекомендуется, потому что от груди он может отскочить раньше, чем его успеют обхватить руки. Прием катящегося мяча. Встать перед мячом так, чтобы, пиная движение, мяча проходило в середине стопнутых прямых ног. Обращенные ладонями вперед прямые руки с немного растопыренными пальцами почти касаются земли и обхватывают приблизившийся мяч. Как только ладони касаются мяча, подхваченный мяч подтягивается к животу. Ловля низколетящего мяча в падении. Вратарь прыгает низко над землей к мячу. После толчка руки выбрасываются вверх ладонями к мячу. Момент падения ногу, находящуюся внизу, нужно согнуть. Падать следует перекатом, а не плашмя. Сперва земли касается голень, а потом бедро, бок, а последним уже руки. Бросок легче сделать из полуприседа. На живот падать не рекомендуется. Отбивание мяча кулаком применяется, когда невозможно достать мяч обеими руками. Отбить мяч кулаком можно двумя способами. Первый. Когда мяч приближается, поднятая рука до этого немного согнута к локте. Разгибается и наружная часть кулака наносит удар по мячу. От такого удара мяч не улетит далеко. Зато таким образом можно доставать довольно высокие мячи. Второй способ. Это более сильный удар. Выполняется с полным замахом руки и с энергичным движением в плечевом суставе. Бросок мяча. Дальность посыла мяча рукой достигается резким поворотом туловища в сторону, куда нужно бросить мяч. Рука с мячом, немного согнутая в локте, отводится назад. Потом резким поворотом туловище направляется вперед. Выбрасывает мяч из-за плеча. Вратарь должен следить за тем, чтобы в моменты отведения руки назад и вперед не уронить мяч. Можно бросить мяч рукой, предварительно не отведенной за плечо, а находящейся на уровне чуть выше пояса. В момент такого броска ладонь, как и при уже рассмотренном броске, направлена вперед, а рука, до этого согнутая в локтевом суставе, выпрямляется. Делается резкое движение ладони, как бы выталкивающие мяч. Мяч, посланный так, летит плавно, мягко, как бы расстилаясь перед игроком, которому он адресован. Ведение мяча. При ведении стремитесь держать голову так, чтобы видеть и мяч, и окружающую обстановку. Если мяч ведут по прямой линии, то удары наносят внешней частью подъема. По кривой линии мяч чаще ведут внутренней частью подъема. Последовательные удары по мячу при ведении по прямой линии можно наносить одной и попеременно обеими ногами. При равномерном продвижении с мячом мяч находится примерно в метре впереди игрока. Футбольные финты. Финты это обманные движения ногами и туловищем, которые футболисты, владеющие мячом, применяют с целью перехватить соперника. Уход с мячом в сторону от соперника финт приносит, пронося ногу над мячом другой оттолкнуть. Отбор мяча. Отбор мяча очень сложный технический прием. Кроме чисто физических качеств для его выполнения нужна еще и очень большая расчетливость. Ведь в момент единоборства с соперником, который владеет мячом, инициатива принадлежит ему. Он в каждом случае может применить совершенно разные средства обыгрывания защитника. Значит, игрок обороны должен сперва уловить намерение владеющего мячом и лишь потом применить тот или иной прием отбора мяча. Применяют так называемый подкат. Выбивают мяч в шпагате или полушпагате, дотягиваясь до него резкими движениями ноги вперед. При отборе мяча применяют и разрешенные правилом виды. Вбрасывание мяча. Вбрасывают мяч руками, когда он улетает или укатывается за боковую линию поля. Мяч при вбрасывании берут обеими руками и заносят за голову. При этом лучше, если концы больших пальцев будут соприкасаться между собой. Остальные пальцы широко расставлены и крепко держат мяч. Руки согнуты в локтях. Согнутые ноги ставятся одна впереди другой, а тело отталкивается назад. Энергично разгибая сзади стоящую ногу, подаешь туловищу вперед и в момент последнего движения рук вперед бросаешь партнеру мяч в нужном направлении. Сбрасывание мяча из-за боковой. На этом мы с вами разобрали и рассмотрели. Почти всю технику футбола. Поэтому попрошу вас дополнительно при помощи интернета, посредством интернета, посмотреть это в видео обзоре на ютубе. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...